МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Все площади свободной экономической зоны Сарарка должны быть заполнены предприятиями. Такое заявление сделал первый заместитель премьер-министра страны Оскар Мамин во время визита в Карагандинскую область. Два года ограничения свободы. Таков приговор суда в отношении сержанта полиции, который избил в кабинете обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Документы и книги 20-30-х годов прошлого века представлены на специальной выставке. Главная особенность экспоната в том, что все они написаны на казахском языке латинским шрифтом. Первый заместитель премьер-министра страны Оскар Мамин посетил Карагандинский регион. Минувшую пятницу вице-премьер ознакомился с работой ряда предприятий, расположенных в свободной экономической зоне Сарарка. Вместе с первым вице-премьером с инновационными производствами ознакомилась Миром Гойсал Кимбаева. Завод по утилизации старых автомобилей стал первым пунктом визита первого заместителя премьер-министра Казахстана Оскара Мамина. На сегодняшний день завершен и запущен первый этап строительства завода. Второй этап на стадии завершения. До конца года завод планируется ввести в строй в полном объеме. Помимо цеха шредирования будут запущены плавильный и пиролизный цеха. Где будет получен металл в плавильную цеху. И пиролизный мы планируем получить аналог печного топлива, который будет использован как в собственных нуждах теплоснабжения собственного предприятия и в случае необходимости реализации. Обо всем об этом было доложено первым вице-премьеру страны Оскару Мамину. На площадке завода по утилизации старых автомашин также были представлены и другие проекты, которые предполагается реализовать на территории свободной экономической зоны Сарарка. Оскар Мамин отметил важность внедрения новых производств. Производство растет на 4,7%. В принципе, это ниже среднереспубликанского, но все равно неплохие показатели. Мы надеемся, что вот эти новые проекты, которые уже в высокой стадии развития, по ним надо доводить. И перспективный проект, все, что связано с развитием СССР, это все как даст эффект на экономику. Следующим пунктом визита стал Карагандинский фармацевтический комплекс. На встрече было отмечено, что именно здесь создается казахстанский фармацевтический кластер. Он включает в себя 17 предприятий. Это и научно-исследовательские институты, и учебные заведения, и фармацевтическое производство. Однако, необходима более мощная поддержка государства. Это и конкуренция с мировыми фармацевтическими производителями, и подготовка кадров, и лицензирование лекарственных средств. Все эти задачи, они требуют государственного подхода. Прежде всего, мы сейчас просим правительства о принятии постановления правительства по развитию карагандинского фармацевтического кластера, объединяющего эти 17 предприятий, которые включают и создание устойчивой сырьевой базы, подготовку соответствующих специалистов, внедрение стандартов GMP фармацевтическое производство, и, естественно, выпуска готовых лекарственных форм по международным стандартам. Также было отмечено, что в настоящее время отечественные предприятия производят оригинальные лекарственные препараты в объеме около 10%. Остальное – привозная фармацевтическая продукция, которая требует соответствующего контроля. Аскар Мамин также ознакомился с работой карагандинского маргаринового завода, совместного предприятия «Казбелаз». А также провел выездное совещание на участке дороги Караганда-Тимиртау, автомобильного коридора «Центр-Юг» и проинспектировал ход реконструкции трассы. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В Карагандинской области действует более 20 предприятий с участием белорусских партнеров. Об успешных деловых связях шла речь на 13-м заседании межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во встрече приняли участие первые заместители – премьер-министров Казахстана Оскар Мамин и Белоруссии Василий Матюшевский. Участники 13-го заседания межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству отметили, что Караганда не случайно была выбрана местом совместной встречи. Вице-премьер Казахстана Оскар Мамин отметил, что Карагандинская область обладает огромным экономическим потенциалом, является индустриальным центром Казахстана. Кроме того, здесь присутствует белорусский капитал. Приветствую гостей, Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов отметил, что в регионе работает 23 предприятия с участием белорусских партнеров. Карагандинская область видит перспективу сотрудничества в ряде сферы экономики. Со своей стороны мы можем предложить совместные проекты металлургии, фармацевтики, агропромышленной комплексы и легкой промышленности. Несмотря на то, что тема сегодняшней встречи – экономическое сотрудничество, позвольте добавить, что мы заинтересованы в расширении культурных и научных связей. Мы надеемся, что по результатам работы межправительственной комиссии откроются новые совместные перспективы. Первый заместитель председателя казахстанского правительства Оскар Мамин отметил успешность взаимоотношений Казахстана и Беларуси на всех уровнях межгосударственных связей, участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, прежде всего в Евразийском экономическом союзе. Была отмечена нарастающая динамика торгового оборота между двумя странами. За семь месяцев этого года свыше 300 миллионов долларов США. Но это не предел. Я считаю, что мы должны поставить перед собой задачу буквально там в краткосрочный период достигнуть увеличения объема автоворота и достижения цифры в 1 миллиард долларов США. Я считаю, это такая самая первая задача, которая вполне достижима и причем в краткосрочный период, если мы эту задачу в течение ближайших трех лет решим, я думаю, это был бы хороший пример развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики. Казахстан и Беларусь располагают большими возможностями для успешной реализации совместных проектов в разных сферах деятельности. Участники заседания выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерских отношений по наращиванию интеграции транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана и Беларуси, локализации и расширении линейки выпускаемой продукции. За прошедший период времени сторонами проделена большая работа по реализации. Дан старт промышленной сборки грузовой аэтотехники МАС на площадке Hyundai TransAuto в Алматы. Казахстанская агроинновационная корпорация ввела в эксплуатацию в первую очередь проекта по созданию казахстанско-беларусского индустриально-технологического парка сельскохозяйственной коммунальной техники Кокшитау. Возреблено производство в Караганде карьерных самосвалов БелАЗ на площадке СП КАЗ БелАЗ. Вот мы сегодня с вами посетили этот завод. Я скажу откровенно, я искренне порадовался за наших казахстанских коллег. Действительно идет реальная индустриализация Казахстана. Мы видим уже первые результаты. Как нам кажется, это создает серьезную основу для дальнейшего усиления нашей кооперации. Может быть, переход этой кооперации на новый уровень глубокоинвестиционное сотрудничество. На заседание стороны рассмотрели возможность создания совместной рабочей группы по выработке перспективных направлений сотрудничества в области развития животноводства и растеневодства, мелиорации и орошения земель. Кроме того, обсуждены вопросы поставок сельскохозяйственной продукции казахстанских компаний в Беларусь, а белорусских в Казахстан. По итогам 13-го заседания Межправительственной Казахстанско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписан соответствующий протокол. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. За избиение подозреваемого в педофилии осужден конвоир. Суд признал сержанта виновным в пытках и приговорил к двум годам ограничения свободы. Напомним, что в июне этого года в кабинете конвоир не сдержался и нанес несколько ударов подозреваемому в изнасиловании пятилетней девочки. В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что сержант нанес удары в область поясницы, руки и лица. Полученные повреждения повлекли физическое расстройство от одного до трех недель. Однако судья решил не изолировать от общества сержанта и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года. В качестве дополнительного наказания осужденному запрещено в течение полутора лет после освобождения занимать какие-либо должности на государственной службе. А в течение двух лет уже бывший полицейский обязан регулярно отмечаться в службе пробации, не посещать увеселительные заведения. Также выезжать из города и менять адрес проживания. Напомним, что 23 июля полицейские обнаружили пропавшую ранее пятилетнюю девочку у 50-летнего жителя города Сатпаев. Он дал признательные показания. В кабинете конвоир не сдержался и нанес несколько ударов подозреваемому. Сам же обвиняемый пока остается под стражей. Ситуация с сержантом вызвала обсуждение в социальных сетях. Многие жители региона проводили флешмоб в защиту конвоира. Младший сержант полиции, увидев в кабинете следователя лицо подозреваемого в совершении изнасилования заведомо несовершеннолетнего ребенка, стал снимать его на видео своего сотового телефона, а затем умышленно нанес ему телесные повреждения, не реагируя на замечания со стороны следователя. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. Приговором суда от 18 сентября текущего года он признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с установлением пробационного контроля с возложением исполнения обязанностей, определенных уголовным кодексом. Он отстранен от должности на один год шесть месяцев. Кроме того, осужденный лишен звания младший сержант полиции и привлечен к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами на 120 часов в год. В связи с тем, что между подозреваемым и прокурором было заключено соглашение в форме сделки о признании вины, дело рассмотрено в согласительном производстве. Приговор суда не вступил в законную силу. В Тимиртау двое парней ограбили киоско и изнасиловали продавщицу. 23 сентября установлены и задержаны учащиеся одного из колледжей города 19 и 17 лет. Молодые люди признались в том, что 18 сентября утром отжав дверь и проникнув внутрь киоска совершили насильственные действия в отношении продавца. Затем забрали деньги в сумме 20 тысяч тенге, сотовый телефон и товары. Подозреваемые опознаны потерпевшей. В ходе оперативно-радостных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое жителей города Тимиртау. Задержаны опознаны потерпевшие. На сегодняшний день вещественные доказательства взяты. Они во дворимое изоляторное время в содержаниях проводятся расследования. Документы и книги 20-30-х годов прошлого века представлены на специальной выставке. Главная особенность экспоната в том, что все они написаны на казахском языке латинским шрифтом. В Караганде продолжается активное обсуждение перехода на латинскую графику. История письменности, история графики казахского языка имеет глубокие корни. Еще в 20-30-х годах был совершен переход с арабского алфавита на латиницу. Этой графикой пользовались до 40-х годов, что можно было увидеть на выставке книг и документов того периода. В России тоже рассматривался переход на латиницу, но вождь всех народов Иосиф Офисарионович Старин посчитал, что этого не нужно делать. Поэтому реформа по переводу на латиницу была проведена только в Казахстане. Новое время требует нового отношения к письменности. Хотя и сегодня есть противники перехода на латиницу. Вот в начале 21-го века известный тюрколог, филолог, доктор филологических наук Алтая Манжолов говорил о том, что переход на латиницу может разрушить сложившуюся систему орфографии казахского языка. Он был этим очень озабочен и говорил о том, что мы разом все станем безграмотными. При переходе на латинскую графику необходимо учитывать ошибки киркоязычных стран. Надо провести реформу на современном уровне и цивилизованно, достойно. Хотя проблем будет много. Ведь научную и художественную литературу придется переводить на латинскую графику, что очень трудоемко. Но мир меняется, и это надо понимать. Вместе с тем мы живем с вами в компьютерный век. И свои требования у этого века мы должны соответствовать современным коммуникациям, требованиям науки и образования. И это дает возможность модернизировать казахский язык, нести в него новшества современного мира. Документы книги, представленные на выставке, доказывали, что период развития казахского языка, основанного на латинской графике, доказывает нужность и важность перехода на латиницу. Эту идею поддерживает и молодежь. Латиницей пользуются более 4 миллиардов населения всей планеты. А 99% всей вычислительной и телекоммуникационной системы базируются на латинском алфавите. Если казахский язык перейдет на латинскую графику, то он получит больше возможностей для развития. И при этом не потеряет свою историческую основу. Надо честно сказать, что прежняя история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами. И статья президента «Взгляд в будущее», модернизация общественного сознания – это не просто призыв, а конкретный путь для дальнейшего развития казахстанского общества. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Жаслан Макубеков, Первый, Карагандинский. Всемирно известная карагандинская степ-группа «Алтенбатыр» дала эксклюзивный совместный концерт во Дворце культуры «Горняков». Вместе с карагандинскими артистами выступила алматинская степ-группа «Риваль», а также гости – виртуозы ирландского танца, участники британского проекта «Фьюжн Файтерс». Джейми Холджес – один из трех участников британского проекта «Фьюжн Файтерс», которые специально приехали в Караганду по приглашению степ-группы «Алтенбатыр». В нынешнем году английские танцоры реализуют специальный проект, в рамках которого они дают мастер-классы по ирландскому танцу во всем мире. В Караганду гости приехали впервые и уже высоко оценили мастерство местных танцоров. Я думаю, что дети у них много энергии, очень талантливые танцы, и мы обязательно у нас здесь. Они очень энергичные, у них очень большой потенциал, и из них очень много чего может получиться. Руководитель степ-группы «Алтенбатыр» Лана Булат отметила, что в конце 90-х такое танцевальное направление, как степ, было очень популярно в Казахстане, а сегодня ирландскими танцами занимаются истинные поклонники. Именно для них и организуются подобные мастер-классы. Каждый год мы стараемся организовывать мастер-классы для повышения уровня танцоров. Это и московские танцоры, также мы посещали мастер-классы знаменитого солиста Холин Дана, шоу «Риверданс». Нынешний мастер-класс британских танцоров посетили участники группы «Алтенбатыр». Среди них как взрослые, так и дети и подростки. Для нас очень важно получить знания именно оттуда, где зарождался этот танец, потому что все равно, так скажем, получить знания относительно танца – это очень важно. А в минувшее воскресенье на сцене Дворца культуры Горняков состоялся совместный эксклюзивный концерт. В нем приняли участие не только степ-групп «Алтенбатыр», но и участники студии ирландского танца «Ривал», а также британские гости. Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Самое великое творение человечества отметили в Академии Булашак – День языков. Этот праздник отмечается только в Казахстане. Язык, благополучие народа, он способствует объединению и сплочению наций, является средством воспитания и опоры, связывающей взаимоотношения людей. Сергей Высокосов с подробностями. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные важности языков народов Казахстана. Нередки выставки, концерты, фестивали и викторины среди учащихся на знание родной речи. Ежегодно студенты Академии Булашак отмечают этот день конкурсами на знание родного языка. В этот раз в актовом зале звучала речь не только на казахском языке, но и на китайском и других языках, которыми владеют студенты. Национальные костюмы вызывали самый искренний интерес у всех и у жюри в том числе. Перевод не всегда нужен. Уже понятно, что говорится о языках, как лучшем посреднике для установления дружбы и согласия, как главной опоры строительства нового Казахстана. Мы посвятили один день теме о переходе на латинскую графику. Латинская графика – это очень перспективный и везде востребованный алфавит. Даже в социальных сетях наша молодежь будет активно пользоваться этим алфавитом. Мы поддерживаем идею и инициативу нашего президента Республики Казахстана Султана Абишевича Назарбаева о переходе на латинскую графику. Цель праздника – сохранение целостности многонационального народа Казахстана, развитие и распространение казахского языка, воспитание детей в духе уважения культуры и традиций не только своего народа, но и всех, кто населяет большие просторы страны. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. Футбольный клуб «Шахтер» на последних минутах вырвал победу у Ахжаика. В рамках 28-го тура премьер-лиги карагандинская футбольная дружина проводила матч в Уральске, где одержала победу со счетом 1-2. Футбольные баталии проходили на стадионе имени Петра Атаяна в городе Уральск. Первый тайм противостояния между уральцами и карагандинцами прошло под диктовку гостей, которые не раз атаковали ворота хозяев. Что принесло свои плоды на 34-й минуте после подачи Айгбуси с левого фланга за шаг завершил атаку и записал гол на свое имя. Во втором тайме хозяева собрались и уже в начале игры отыграли мяч. После подачи углового удара Акжаиковцами у ворот шахтера возник небольшой переполох. Мяч вроде вынесли из штрафной зоны, но за ее пределами Азат Ярсалимов остановил мяч и пробил вдалека и сравнял счет. После гола хозяева начали давить под поддержку болельщиков, но под занавес матча в дополнительное время горнякам удается забить победный гол. После подачи Астановича Айгбуси не упустил шанс и забил решающий мяч. После победы карагандинский шахтер с 33 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги. Следующую игру подопечные Саулюса Ширмялиса проведут в гостях в Атрал с одноименным клубом. Бигзат Аликайдаров, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. А вот карагандинские хоккеисты в очередном матче потерпели поражение. 23 сентября в Ледовом дворце Караганда-Арена состоялась очередная игра в рамках высшей хоккейной лиги. Карагандинская Сарарка проиграла Ангарскому Ермаку со счетом 2-3. Хоккейные баталии проходили на Ледовом дворце Караганда-Арена. В первом периоде уже на 42-й секунде карагандинцы быстро забивают шайбу и Ердакову пасовал Зиязов. Единственная шайба осталась на табло после окончания первого периода. Во втором периоде гости отыграют шайбу. Очко на свое имя записывает Фильченков. Во втором отрезке матча счет остался равным. В заключительный период матча гости выходят вперед, используя большинство. Игрок Ангарцев Пайр выводит Ермак вперед. А спустя несколько минут благодаря шайбе Яковлева гости увеличивают преимущество. До конца игры хозяевам. В лице Дервука удается лишь отыграть шайбу. Победные три очка уезжают в Ангарск. На послематчевой пресс-конференции главный тренер хоккейного клуба Сара-Арка Александр Соколов оценил игру и выразил недовольство своими подопечными. Он отметил, что гости победили заслуженно. Хоккей не обманешь никогда. Решили там завести в пустые ворота. Это насмотреть на эти вещи неприятно. Мастеровитых игроков хватает. Хоккей сейчас совсем другой. За мастерство только в дворе можно обыграть сейчас. Там, где нужно бросать, там отдавали. Побороться не захотели. Соперник сыграл здорово. Раз бросили, гол забили. Второй раз бросили, гол забили. И третий раз бросили, гол забили. А мы все искали, 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 искали. Там с позиции, куда все ее отдать, да что-то там проявить. Наверное, вратарь здорово сыграл у гостей. Там первые пару моментов, когда при счете один моль, он подтащил, оставил в игре. Я думаю, это ситуация. Поэтому нам порадоваться нечему. Давно у меня не было в жизни такого ужаснейшего, большинства ужаснейшего. Просто мы попытались сегодня там поменять немножко. Нападающего одного добавили. Беззубый просто абсолютно большинство. Это и провело. Мы должны были решить исход по большинству. И раньше этого не случилось. неправильно играли. Также наставник карагандинцев поблагодарил болельщиков за преданность и поддержку команды. Следующую игру наши хоккеисты проведут на своем поле против Новокузнецкого Металурга. Это будет последняя игра домашней серии. Затем с Арарку ждут игры на выезде. Ригзат Аликайдаров, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Крик души. Карагандинка ищет своего сына, который пропал при загадочных обстоятельствах. 36-летний Жанат Абдрахманов ушел на работу, но домой так и не вернулся. Багдад Онбаева написала заявление в полицию, опросила коллег и даже встретилась с друзьями Жаната Абдрахманова. Но все тщетно. На работе в день пропажи ее сын не появлялся, а знакомые и вовсе о нем уже давно не слышали. Ровно 12 дней назад 36-летний Жанат рано утром вышел из дома на работу. Однако с тех пор его никто не видел. Сотовый телефон был утерян неделю назад до пропажи сына, говорит убитая горем женщина. Багдад Онбаева просит всех, кто-либо владеет какой-либо информацией, позвонить по номерам, которые вы видите на экране. У него трое детей, с женой он развелся, он всегда вовремя приходил домой. На эту работу он вышел всего месяц назад. В день пропажи с ним был парень, я его раньше не видела. Сынок, если ты слышишь и видишь меня, позвони, приходи домой, я переживаю за тебя. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова